Ну все, 24-й год, высокосный, пожары, взрывы. Такой датой будет первая дата, 6 февраля. За несколько дней до 20-го числа лучше придерживаться техники безопасности. Этот год будет годом. Привет! Вы смотрите канал People Live. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. У нас много интересного продукта, контента. И каждое видео интереснее предыдущего. Оставайтесь и сейчас с нами. У нас в гостях астролог Альбина Пономаренко. Альбина, здравствуйте. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас. Рад видеть в новом году. В этом году еще не виделись. Можно загадывать желание? Можно? Да. Так. С чего бы она... Да, ну оно одно. Да! Оно одно у всех. Тут даже не буду ошучиваться, с чего бы начать. Одно, но вот хотелось бы поэтапно, чтобы это желание сразу поэтапно поразбивать и желать его. Сначала мир для Украины, потом вместо России огромное море, как-то мечт или dreams of... Sea of the dreams. А не будет оттуда сильно дуть? Климат же поменяется. Ну, это следующее желание, следующее, следующее, следующее. Так, поговорить хочется не на политические темы, на астрологические, но тоже, которые будут касаться политики. Будем смотреть не вот так друг на друга, а будем с помощью ваших прогнозов смотреть с высоты на все это, как на нас смотрят небесные тела. 24-й год — это высокосный год. Помню, даже моя бабушка всегда говорила, что высокосный год, вид высокосного року завжды чекая беды. Так ли это? То, что год на один день длиннее и 29 февраля является ли какой-то магической датой? Что можно сказать про высокосный год? И почему есть теория, что он якобы запрограммирован на беды, происшествия и что-то неспокойное в сравнении с предыдущим невысокосным годом? Да. Ух, с чего же начать? Начнем сначала с высокосного года. Действительно, с точки зрения астрологии здесь нет никакой мистики, никаких страшилок абсолютно. Потому что, ну давайте посмотрим, 28 февраля в этом году солнце будет находиться в 11-м градусе рыб. Ну то есть я хочу просто спешить успокоить тех, кто родился 29 февраля. Не надо праздновать свой день рождения раз в 4 года. Это несправедливо. Потому что каждый год солнце находится в 11-м градусе рыбы, да, или там в 12-м градусе рыб. Только у нас даже с вами, имея фиксированную нормальную дату, ничем не отмеченную календарями, и то день рождения смещается в 4 года, смещается либо в календарную дату до, либо в календарную дату после. И дважды за 4 года попадает в календарную дату. Однако время запуска Солара или нашего космического дня рождения отличается. Поэтому те, кто родились 29 февраля, в этом плане не есть исключением. И просто нужно обратиться к астрологу или задать в поиске в Google, найти программу, чтобы узнать, когда у меня сегодня, точнее в этом году день рождения. И вбить свою дату рождения, и вы посмотрите, в каком градусе у вас солнце. Ну, плюс-минус те градусы, что я назвала. Откуда это всё? Ну, на самом деле, опять-таки, вот у нас произошла небольшая реформа календаря, да, наша Украинская Православная Церковь перешла на Григорианский календарь. Он считается более совершенным, нежели юлианский. И, в принципе, это правильно, потому что у юлианского погрешность, там тоже есть высокосные годы. В своё время, когда Гай Юлий Цезарь инициировал эту реформу, то этот календарь был очень прогрессивным. Но потом, по истечении времени, столетий, выяснили, что, ну, як цеду же был и капохыпка. И когда Григорий, папа Григорий, 13-й, видите, как бы тоже ничего такого страшного в этой цифре нет, обратил внимание, что Пасха, которая отсчитывается от дня весеннего равноденствия по определённым правилам, сместилась на 10 дней. И тогда он тоже инициировал календарь, который мы знаем как григорианский, по которому мы, собственно, все и живём. Есть ещё ново-юлианский календарь, там тоже учитывают высокосные годы. То есть он считается ещё более совершенным, потому что у тебя похыпка, да, как это на русском перевести, сейчас не могу вспомнить это слово, ну, она минимальная. Просто в Древнем Риме, когда вот Цезарь увековечил себя в том, чтобы его месяцу, июлю достался 31 день, то август его последователь, он как бы подумал, ну, блин, мне же тоже хочется. И он взял один день, вот у февраля он решил взять этот день, и 31 число появилось с тех пор в августе. Поэтому, как бы, ничего такого мистического в этом я не вижу, хотя, как бы, работа моя немножко связана с мистикой, поэтому вот такой мой будет ответ. Для Украины этот год, несмотря на то, что, напоминаю, у нас идёт в стране война, высокосный год всегда тоже был таким, непрогнозируемо плохим или непрогнозируемо хорошим, потому что Гай Юлицезарь жил далеко от Украины. Да. Ну, наверное, всё равно календарь-то произошёл, каким образом появился, когда нужно было до ныну собирать территорий. Где-то, наверное, сюда на наши территории заходили эти римские легионеры, чтобы собрать определённую дань. Но это было очень далеко. Я хочу сказать снова-таки, что с точки зрения астрологии мы не смотрим, о, высокосный год, всё, никому жениться нельзя, рожать детей нельзя, ничего делать нельзя. А как тогда, что тогда, целый год? Чем нам заниматься целый год? Или же это снятие ответственности. Вот как-то что-то не получилось, так это же точно высокосный год. Сто процентов. Куда-то что-то, деньги кому-то пересылал, не на ту карту. Либо на чёрного кота, да, либо на высокосный. Или высокосный год. Хорошо. С точки зрения астрологии, 2024 год. Боже, дожили до этой даты. Уже произносим, она такая длинная. Что ждать нашей стране? У нашей страны тоже есть свой день рождения, год рождения. И если, согласно этим всем расчётам и прогнозам, можно подсмотреть, что нас ждёт, то расскажите же, пожалуйста, Бина. Да, астрология как раз может немножечко приоткрыть дверцу и посмотреть, а что же там год грядущий нам готовит, либо месяц. И тем прекрасна эта наука. Я хочу сказать, что этот 2024 год, независимо от того, какая бы сегодня дата ни была, там, не знаю, 7500, 600, 800 или 8000 какой-то год, или 5000, неважно. То есть мы ориентируемся на небесное светило. И в момент рождения Украина получила некий гороскоп. Вот согласно ему я и смотрю все влияния планеты, и это первично. Так вот, хочу сказать, что этот год будет годом перемен. Просто будут дуть сквозняки перемен, неожиданные повороты. Ну вот сейчас, сегодня у нас 16 января, 19 января хороший, очень сильный, позитивный, благостный аспект. Я бы его назвала влияние аспект года. И мы уже видим, что есть форум в Давосе, да, есть наше предложение от президента формула мира, которая будет заслушана, куда приедет 83 страны и организации, то есть мировая общественность будет слушать наши предложения о мире. И это очень знаково, потому что у нас как раз в гороскопе Украины сейчас принимает влияние Венера. Венера — это планета мира, дипломатии, эстетики, красоты, гармонии. Она не терпит войн. Ну, наверное, как всякая такая настоящая женщина. Поэтому все очень вовремя и очень благостно. Я более чем уверена, что нам стоит ожидать позитивных результатов от этого форума. Ну, как бы открывает двери года вот этот аспект, а дальше начинаются, ну, такие американские горки. И напряженным будет февраль. Украинскую мову февраль — это лютый. И вот такая хохма рождается, что лютый-лютый, по-другому и не скажешь. В гороскопе Украины он будет действительно таким лютым, непростым. В феврале обычно холодно, сильные ветра, морозы. И вот что-то такое нам приготовили звезды. Будут трансформации, будут черговые небеспеки, опасность, война. То есть может перейти в определенную фазу, более острую какую-то. Но это же тоже может говорить о том, что мы можем пойти в контрнаступление. То есть если будет с чем, то мы пойдем. Ну, как бы астрология, она не суперечит, не противоречит объективной реальности. То есть если у нас будет с чем пойти, то мы пойдем. Если нет, значит мы отложим это на более благоприятное время. Однако я бы выделила несколько дат для Украины. И, друзья, хотела бы вас предупредить, чтобы вот где-то за несколько дней, там за 4-5 дней до этих дат, чтобы мы были внимательны к сигналам повитренной тревоги, не пренебрегали безопасностью, опускались в бомбоубежище, либо выполняли правила двух стен. Потому что прям даже вот формулы событий, которые несут эти влияния, они несут пожары, взрывы и опасность. Такой датой будет первая дата 6 февраля. Дело в том, что этот аспект уже с нами был, и на предыдущих его касаниях, это уже пятое касание. Вот в принципе в астрологии каждое касание аспекта — это определенный урок. Это как будто бы вот мы пришли сдавать экзамен, вытянули билет. Ну вот, ну, подтяни, давай, иди подучи и вернешься. И вот пятое уже касание. Поэтому я думаю, мы должны встретить его максимально мудро. Иначе тогда будет беда. Ну, как бы с точки зрения Вселенной, космоса, любовь вселенская, она безжалостна. И у Вселенной очень много времени. То есть она никуда не спешит. Это нам хочется побыстрее. Поэтому обязательно нужно прислушиваться к влияниям звезд и слышать, пытаться распознать, какую же мудрость несет каждый урок. Так вот, здесь как раз будет влияние для Венеры в гороскопе Украины. Влияние неожиданное, резкое от Нептуна, а это большая вода. Поэтому те, кто рядом с водоемами большими, там на Днепре у нас есть водохранилище, морские побережья наши, та же Одесса. То есть города, которые находятся на большой воде, они могут быть вот, ну, небеспека, да? Опасность для них может быть, да. Это может быть опасность для западной части Украины, для западной части любого города, области или района. Опасность для культурных центров, для каких-то исторических памяток. То есть в эти периоды, вот с 1 по 6 февраля, рекомендую все-таки отложить визиты в театр, в кино, большие торговые центры, офисные тоже здания могут быть под прицелом. Ну, то есть, если ваша работа с этим связана, то вы просто помните, что сигнал тревоги, все выполняем безукоризненно. Дальше, вот как бы за ручку держатся эти даты, 7 февраля, такой же напряженный аспект, тоже он был уже с нами, это тоже третье касание его, финишное. Но вот что-то как будто бы нам в феврале нужно понять. Вот и посмотрим, как мы сдадим этот экзамен. Может быть, ППО наши будут лучше работать. Может быть, там еще какие-то придумаем. Понять через трудности должны. Да, здесь аспект напряженный, влияние напряженное, поэтому через кризисы какие-то. И следующая дата, это 7 февраля. Вот как бы получается, начало февраля у нас достаточно напряженное. Здесь тоже такой момент, что если будет нам с чем идти в контрнаступление, то эти даты будут хороши именно для этого. Ну а нам, мирным жителям, нужно вот поберечь себя в эти дни. Январь? Январь. Мы еще на территории января. А с чем заканчиваем январь? Это прогноз на... Ну это на год, на год, на самое-таки глобальное влияние. Вот хотелось бы еще немножко задержаться, потому что есть даты такие, как март, 13 марта. Меня мои подписчики давно уже спрашивали, потому что интересуются астрологией, говорят, там же Плутон станет на Сатурн в гороскопе Украины. И в принципе, кто знает астрологию, кто проживал нечто подобное, какие-то транзиты Плутона к серьезным таким планетам, те понимают, что это может быть достаточно не очень приятно, будем так говорить. А 8 марта в какой-то восточной культуре, это большой праздник в Индии, не могу вспомнить какой. 8 марта — это не опасный, хороший день? Его нет в перечне опасных дней? Ну, как бы он попадает в ауру этого напряженного влияния, которое будет на 13 марта. А это значит, что уже за дней 5 нужно быть очень внимательными, потому что здесь тоже есть опасность для Украины. Но здесь больше, знаете, в чем будет... Интриг будет очень много, сплетен, ИПСО. То есть нужно быть внимательными, потому что информационные войны будут обостряться. Как внутри Украины, разборки, поклепы, хейты, будет просто процветать, да? Но с другой стороны, здесь еще просто есть формула правонарушения. Я все-таки надеюсь, и влияние от Плутона к Сатурну — это две планеты, которые отвечают за политику, за систему, за закон, за большие деньги, за большую массу людей. И это две очень важных планеты для Украины. Сатурн — это наш кармический учитель. Плутон как бы, ну, он просто собирает вокруг большие энергии. И это всегда от него влияние идут трансформационные. Когда мы рождаемся, рождаемся в новом качестве. А роды, вот женщины знают, всегда сопровождались болью, кровопотерями. Даже ребенок, когда идет по родовым путям матери, он испытывает колоссальный дикий страх, потому что он умирает, он чувствует, что он умирает. И где-то, наверное, мы в марте будем чувствовать упадок сил, что нам не хватает, что мы умираем, но на самом деле мы рождаемся. Мы рождаемся в новом качестве. Это нужно понимать, об этом нужно помнить, потому что Сатурн — это система. И Плутон, становясь на наш Сатурн, будет принимать у него экзамен. И у нас, у всех украинцев. У каждого из нас, насколько ты честен, да, даешь ли ты взятки, оплатишь ли ты налоги, а не обходишь ли ты, ну, вот прибыль, да, не обходит ли стороной где-то, а воруешь ли ты у волонтеров, да. Ну вот многие вопросы будут подниматься. И будет много скандалов. И я вижу большой позитив в том, что их может быть много, потому что мы увидим, кто нечестен, кто несправедлив, да, и он должен понести справедливое воздаяние. Поэтому период непростой, но это как раз первое касание. То есть Плутон берет нас за ручку и проведет ближайшие два года под вот таким влиянием трансформационным. Но здесь есть тоже позитив, потому что в гороскопе Украины эти планеты имеют отношение и к таким неопасным домам, будем говорить, да. Поэтому здесь на этом влиянии хороши также будут международные коммуникации, торговли, подписание договоров, общение с нашими иностранными партнерами. Взагалей торговля, да, международная торговля, международные связи для Украины будут благостные в этот период. Как говорится, нет хода без добра, поэтому я думаю, что мы вырулим, мы просто должны вырулить. Но первое касание всегда стрессовое. А дальше, вот там будет 24 июня, второе касание должно быть легче, потому что мы должны иметь уже некий опыт, да, реагирования на этот стресс. И я думаю, что первые результаты мы должны уже будем услышать 24 июня 24 года. А дальше этот аспект ведет нас 25 год, там будет в январе касание, в сентябре 25 и финал 8 ноября 25 года. То есть когда мы, как Украина, сдадим экзамен Сатурну, Плутону, вот там мы должны постараться. Так что ближайшие два года закатываем рукава, ну нам как бы не остается ничего, как делать, делать и делать что-то для нашей победы. Победа начинается в каждом из нас. Вот как я сказала, нужно быть кристально честным с собой. Платить налоги, да, элементарно, да, не обманывать себя в первую очередь, потому что это влечет обман. Ну когда человек попадает в иллюзии, то он живет в неком мире оторванном вообще от реалии. А Сатурн и Плутон, они возвращают нас на грешную землю. Потом мы соприказаемся с другими людьми, и это как вирус, просто передается, передается, передается дальше. Хорошо, это большой прогноз на 24-й год. Да, давай еще скажем все-таки финал, потому что нагнетая такую атмосферу, сейчас скажут, ну все, 24-й год, высокосный, развеем, да, будем развеивать мифы, не будем бояться 24-го года, потому что декабрь 24-го года будет очень позитивным. Там самый сильный, благостный, сильный аспект к урану в гороскопе Украины. Уран — это всегда передовое, это прогрессивное, это дружба, это открытость, да. Эпоха Водолея, все уже знают, да, что это такое. Поэтому демократичность, да, опять-таки честность, верность, преданность — это все сюда же. Поэтому реформы, трансформации, то, что мы будем вот рождаться в течение этого года, да, на финал года мы должны выйти уже как новорожденный такой ребенок с хорошими какими-то планами на будущее, с новыми реформами и дальше там идти уже в 25-й год, 25-й, 27-й, так немножко по секрету скажу, что будет для Украины также очень знаковым и таким взлетным. 27-й аж, да? 25-й-27-й. То есть два года, да, такая взлетная полоса. Ну, еще далеко. 25-й, 27-й. Но надо дожить. Ну, это первая задача, да. Это первая задача. Хорошо, класс, что есть 20, что есть декабрь, которым закончится хорошо год. Видимо, все, что будет происходить на протяжении года, оно все соберется в одну какую-то хорошую точку, потому что в мире должно быть, если есть плохое, должно быть и что-то хорошее. Все дуально, все дуально. Заканчивается январь, дата записи нашего разговора с Альбиной 16 января. Еще целая половина января. Впереди февраль. Эти два месяца, они будут в такой зимней спячке? Или это что-то будет активное? Как подготовиться к этому? Ну, и есть ли февраль, возможно, вы делали расчет, 24 февраля, это когда все начало войны, это же начнется третий год войны. Эта дата каким-то образом там просматривается, несет что-то плохое, нет? Ну, у нас получается тот аспект, который я озвучила. Шестое. А, я его еще даже и не озвучила. Благодарю, что ты повернул, да, до февраля, потому что у нас еще один есть напряженное влияние от Плутона к Солнцу в гороскопе Украины. Солнце — это президент, это столица, это центр, поэтому там опасность может быть и для столицы, для Киева, и для президента, и для Верховной Рады. И, в принципе, для Украины, ну, как мы показываем себя миру, как мы себя несем, да, это будет очень важно. То есть это 20 число, и вот как бы плюс-минус, да, там, 24, это будет период трансформации. Я заметила один факт, очень интересный, отследила, вот почему у нас из года в год 20 февраля достаточно болезненно. 14-й год — это пик на Майдане, много жертв. 15-й год — это Дебальцево, это много жертв. 22-й год — Путин хотел напасть именно 20 февраля, но Китай его как бы отговорил, да. И он напал 24-го. И вот в этом году идёт стечение звёздных обстоятельств, когда 20-е число становится достаточно напряжённым для нас. Поэтому, опять-таки, за несколько дней до 20-го числа лучше придерживаться техники безопасности, не пренебрегать сигналами поветренной тревоги, потому что будет непросто. Ну, опять-таки, опять-таки, будет непросто, но мы выстоим, потому что не дают нам испытаний не по силам, а вот такие влияния, которыми будет полон февраль, а это влияние неожиданное, это как ветры перемен, сквозняки просто будут дуть. Это говорит о том, что нужно проветрить немножко атмосферу и наполниться чем-то новым. То есть, что это будет полезным, таким полезным процессом, несмотря на свой первый, вроде бы, такой негативный облик. Стресс, да. Хорошо, благодарю. Так, у нас есть ещё важный вопрос, который точно влияет на Украину. Это выборы кандидатов в Соединённых Штатах Америки. Шансы кандидатов наверняка разные. Трамп баллотируется тоже. Не хотелось бы, чтобы он выиграл. Он сегодня заявил, что если он выиграет, то знает, как закончить быстро войну. Но Трамп наверняка пророссийский президент и что-то мутит и крутит. Каковы шансы у него? И как эти выборы могут повлиять, в принципе, на Украину, украинцев, на вас и даже меня? Да, Алексей, хороший, глубокий вопрос. Я прям даже не знаю, с чего начать, потому что здесь очень много. Давай разберём персону каждого, потенциал каждого из кандидатов. Я хочу сказать, что у Трампа действительно достаточно сильная позиция. Я рейтинги просто сегодня смотрела, что он там где-то лидирует. Но как бы да, звёзды говорят, пока там у него есть хорошее влияние, есть, в принципе, хорошее влияние и в течение года, и ближе к выборам. Но Трампу очень важно пережить май. Для него он будет непростым. Если он нечестен, потому что здесь есть формула правонарушения, и как это, ну, следственных дел, да, то его могут призвать к ответственности. И тогда весь позитив, который идёт во второй половине года, он, ну, просто как бы спишется на хорошее его настроение. В марте тоже у него прям такие формулы. Я просто брала его данные на Астродатабанке. Там наши американские коллеги создали такой сайт, где есть данные известных актёров, политиков. И можно посмотреть точное время рождения, действительно посмотреть гороскоп, и это достаточно интересно. Так вот, я хочу сказать, что в марте месяце у него тоже идёт как слом карьеры, как увольнение. Ну, то есть, ничего такого... Уход. Да, ничего такого хорошего пока вот я не вижу. Так что то, что он сейчас лидирует в рейтингах, это может ещё ни о чём не говорить. И, кстати, когда он был президентом, я помню тогда, у нас же тоже была война, наша война началась с 2014 года. И тогда уже мы тоже переживали, что если Трамп придёт, он пророссийский, что же ждать Украине? Я посмотрела их совместимость Трампа и Украины и поняла, что Трамп не является для нас проблемой. Вот что интересно. Поэтому, ну, давайте возьмём, будем разные варианты смотреть, да, и если вдруг он победит, ну, не думаю, что он может сильно нам испортить ход истории, потому что, если вот брать совместимость Америки и Украины, а это, наверное, куда более даже важно, потому что кто бы ни был президентом, всё равно он выполняет какие-то миссии, всё равно есть какое-то общее влияние, общая тенденция, и ему, ну, как бы свою волю, попри эту волю, да, глобальную, будет сложно проявить. Так вот, Синастрия совместимая, звёздная Америки и Украины, достаточно позитивная, очень хорошая. И здесь и для сотрудничества хорошо, и вот психологическая. Если бы это были люди, то я бы сказала, что здесь и хорошее взаимопонимание в паре. Если это бизнес-партнёрство, то оно также достаточно хорошее, комфортное для обоих партнёров. Поэтому вот здесь, исходя из этого глобального такого влияния, да, я могу сказать, что взаимодействие наше с Америкой достаточно хорошее, и кто бы там ни стал президентом, ну, всё будет добре. Хочу ещё сказать о возможностях остальных кандидатов. Вот Де Сантес, когда я открыла его прогноз, подумала, ух ты класс, какой год шикарный, тут же предвыборная гонка у них, должно вести. Ну, какие-то успехи у него будут. Но на период выборов у него просто нет уже хороших аспектов. Ну, там немножко есть и хорошие, есть и напряжённые, тоже такие ломающие. Немножко, может быть, карьеру, ход истории его. Поэтому это может подпортить немножечко ему финишную прямую на выборах. Хорошие также звёздные, такие дорожки, простилают звёзды Байдену. У него хорошие аспекты. Я смотрела его даже в 23-м году, видите, в 33-м доживёт ли. Потому что угроза импичмента была. Вот я посмотрела его прогнозы. Ну, как бы, да, там появлялись такие моменты, всё точечно срабатывало, но импичменту вроде бы как ему и не светил. Импичмент. Поэтому я посмотрела прогноз на 24-й год и увидела, что 24-й, особенно на период выборов, достаточно хорош. Там у него успех. И уран в хорошем влиянии к его Юпитеру. Это новое, это прогрессивное. Юпитер — это статус. Снова-таки данные я его брала на Астродатабанке. Поэтому можно посмотреть, кто интересуется астрологией, можете вот проверить сами. Так что аспекты у него хорошие, потенциалы у него хорошие. Но есть ещё кандидат, женщина, Ника Хели. Вот я её смотрела последней, и когда я открыла, я просто сказала «Вау!» Год успешный. На выборы у неё есть также сильное позитивное влияние. Там Плутон. Вот мы сегодня рассказывали о Плутоне, который влияет не просто на Украину, то у неё это будет влияние достаточно сильное, амбициозное. Это аспект славы, аспект известности, популярности, такого, ну, идола, можно сказать. Поэтому для политика это хорошо. И я, уже как бы подводя итог этого анализа, могу сказать, что больше всё-таки шансов у Байдена и у Ники Хели, если вот суммировать всё влияние. Ну, кстати, посмотрела каждого перед выборами где-то там с июля по октябрь месяц, вот у каждого из них есть напряжение. Так что не знаю, что-то там будет на этих предвыборных парыгонах достаточно интересное. А может быть, это просто говорит о том, что каждый из них включится, и когда уже на финише, то есть нужно больше-больше вкладываться, и это, ну, даёт определённые стрессы всегда. Может женщину, да, победить? Может, да, у неё очень большие шансы. Может, женщина. Интересно, женщина, как глава государства Соединённых Штатов Америки, очень бы хотелось верить, что она нам бы помогла в наших военно-политических делах. Что в таком случае звёзды говорят про Зеленского? Это же тоже напрямую влияет, ну, связано выборы в Америке и с Зеленским. Потому что Зеленский, когда ездил к Байдену, то он принимал, как будто дедушка принимает внука. Мне кажется, что там тоже есть какой-то личный контакт, когда к Зеленскому благосклонны, потому что это Зеленский, есть какой-то контакт. Насколько его судьба будет складываться в этом году на мировой арене, в Украине, в личных каких-то переживаниях? У него достаточно тоже сложный год. Вот его гороскоп резонирует с температурой, с тем напряжением, которое я озвучила для Украины. Видимо, он будет очень сильно включён в это всё. Я тоже думаю, что личностный момент, момент симпатии между политиками, это очень большой бонус и плюс. И хорошо, что у нашего президента есть такие симпатии. Не у него, а у мировых лидеров есть симпатии к нашему президенту. Непростой год будет. Вот в марте месяце у него идут достаточно напряжённые влияния, которые дают ему плюс-минус, потому что время нашего президента мы не знаем. Украинские астрологи не придумали такой астродатабанк, чтобы вводить туда данные. Возможно, мы когда-то это сделаем. То там есть такой момент, что он может поссориться с ближним окружением. И когда я думала, медитировала, что это может быть, то первый вопрос и первый ответ, который приходит, это Ермак, потому что это человек, который очень близко к нему, и который вызывает достаточно неоднозначную реакцию у людей. И вот мне показалось, что между ними может что-то произойти. Но это как вариант. Потому что ближнее окружение — это братья-сёстры, кузины, кузены, соседи, контакты, коммуникации. То есть это не обязательно Ермак, а это может быть кто-то из команды, например, президентской, из администрации, и там Радники и так далее. Ну а дальше вот тоже на конец года, на ноябрь, на декабрь, туда ближе, даже в ноябре, у нашего президента хорошее идёт влияние. То есть год для него также будет непростым, трансформационным. Ему, наверное, так же, как и нам всем, нужно будет что-то в себе найти, ответы на глобальные какие-то вопросы. И достойно прожить этот год. А на финал уже года можно будет расслабиться. Можно даже не то, что расслабиться, а получить законную какую-то награду, публичность, звание, признание. Ну вот такой год предстоит ему. Непростой. Непростой, как и предыдущий. И при том, что все так надежду надежды покладают на этот год и с точки зрения окончания войны. А Зеленский наверняка же на него это ложится в совершенно другой форме. Мы просто возлагаем, а на него это ложится. Да, как ответственность. Как ответственность. Хорошо, благодарю, благодарю. Это был прогноз для Владимира Зеленского на 2024 год. Ещё буквально пара вопросов. Мы обсудили такие важные даты. Вот я запомнил 6 февраля, то, который ближе день, чтобы прислушиваться к опасности. Есть хорошие дни в ближайшее время, в январе и феврале, в которые можно сделать предложение любимому человеку, купить автомобиль, который давно хотели, купить квартиру, может быть, или начать строить дом. Наверняка же есть такие даты. Есть. И я хочу сказать, что сейчас в январе, мы пишем 16-го, вот уже началась эта позитивная полоса. Просто сегодня, когда луна в Овне, завтра ещё, завтра вот 17-е января, можно быстро что-то купить, хорошо продвинуться, там, не знаю, в бизнесе, фоб открыть, провести переговоры. И вообще можно успеть за сегодня и за завтра переделать целую кучу важных и полезных дел. И начинание, которое будет рождаться сегодня и завтра, будет стремительно развиваться. Но это не единственные дни, поэтому, слава Богу, у нас есть 18-е января с 10-12 по киевскому времени, разница с Гринвичем у нас плюс 2, поэтому нас, наверное, смотрят на разных континентах, учитывайте эту поправочку. тоже можно начинать дела, покупать подарки, признаваться в любви, делать предложения, потому что луна будет в Тельце, это её сильное положение, экзальтированное, поэтому хорошо для отношений, для дома, для семьи, для покупок, для бизнеса. Вау, просто день 18-е с 10-12 по Киеву и 19-е целый день. Хорошее у нас воскресенье, 21 января, хороший день, поэтому, если вы читаете лекции, собираете, ну, есть у вас инфопродукты, да, то есть хорошо коммуницировать, давать рекламу, то есть воспользуйтесь энергией этого дня. Дальше что у нас? 22-е хороший день, 23-е, 24-е, мы уже подходим к полнолунию, и вот эти дни, 22-е, 23-е, 24-е, они наполнены колоссальной силой. 25-го, когда будет полнолуние, в 19.54 по Киеву, 25-го тоже можно что-то начать, вот после 10 утра, если это, конечно, не свадьба, потому что здесь идет оппозиция между Солнцем и Луной, Солнце и Луна — это всегда сигнификаторы мужа и жены, отца и матери, поэтому, когда рождается семья, мы уходим от полнолуния, но я обожаю полнолуние, потому что это время наполнено силами и энергиями, и хорошо медитировать, хорошо тоже какие-то проводить бизнес-активности, коммуникации, переговоры, можно даже что-то начать. Я знаю, в ведической астрологии это не есть критическим днем, поэтому вот можно себе сделать такое исключение. Ну и еще хороший день, 31 января, конец месяца, да, уже убывающий месяц лунный, но 20-й лунный день, он полон силы, поэтому для бизнес-активности тоже очень хорошо провести какие-то мероприятия. Супер! Надеюсь, вы, друзья, запомнили, если нет, перемотайте это видео, выпишите спидаты, я всегда рекомендую выписать и попробовать пожить по ним, попробовать открыть тот же фолк, попробовать сделать. Сделайте какое-то просто маленькое дело. Кто-то хотел начать изучать язык, да, я правильно понимаю? Да, вообще прекрасно. Формулу начните сегодня. Да. Вне зависимости от того. В крайнем случае, 21 января при Луне, в Близнецах, это будет просто огонь. И успех изучения вам гарантирован звездами. Вот такой интересный вопрос еще под конец беседы меня интересовал. Мы говорим об астрологии, это наука, в ней же есть наверняка свои рок-звезды, свои инфлюенсеры. Есть какие-то имена или яркие, красивые, возможно, интересные открытия последнего времени в астрологии? Потому что я воспринимаю астрологию как науку, которую когда-то там выдумали, когда-то там сделали, звезды висят в небе, оно там в себе все происходит и все. Больше так вот интуитивно воспринимается, что там развития никакого нет. Мы знаем, солнечная система, карты на Луну даже, вот на Луну, в 60-х годах летали туда-сюда. А сейчас, когда последний раз был, ну, вроде китайцы летали, что-то такое. Какое-то открытие последних дней, недель? Ну, прям дней, недель не скажу. Последнего времени. Но последнего времени, да, меня просто повергло в восторг открытие десятой уже, да, планеты нашей Солнечной системы за Плутоном. Это было в 2005 году, 5 января. Американский астроном открыл, все-таки утвердился в том, что это действительно планета. Потом в 2006-м ввели уже в реестр на Международном союзе астрономов, зафиксировали. Да, это карликовая планета, она еще меньше Плутона. Там астрономы немножечко, да, Плутон так подвинули, по-моему, в 1999 году на таком же союзе. Они лишили Плутон звания планеты. Но не все, ну, как бы, большим числом голосов они это сделали. Мы астрологи более лояльны. Я даже скажу, Алексей, что рок-звезда у нас одна, это Плутон. Все, больше никаких вариантов, потому что, несмотря на то, что он считается карликовой планетой, там есть система планета-спутник, и вот он со своим спутником создают такое движение в пространстве, что мы астрологи на Земле, видя транзиты Плутона, обязательно отмечаем это все. И вот сегодня мы ему определили очень много внимания. И, кстати, эта война в 2014 году началась для Украины с того, что влияние именно Плутона стало на Черную Луну в гороскопе. Это всегда слабая точка. И поэтому, да, не нужно шутить с Плутоном, потому что он может дать о себе знать хорошо. Я бы хотела сказать, что эту планету назвали Иридой. Ну, первооткрыватель думал ее назвать Ксеной, даже, по-моему, она изначально называлась. Хотели назвать ее также Прозерпина, потому что это жена Плутона, Персифона, Аид, в общем, как бы, и все логично, потому что, раз есть Плутон, пограничная планета, то, значит, где-то есть его жена. И вот астрологи, наверное, тысячи-тысячи лет назад знали о том, что есть где-то эта Прозерпина. Мы тоже ждали, но я очень ждала ее открытия, потому что говорили, вот, когда Прозерпину откроют, ее энергии пойдут на Землю, а так астрология всегда работает. Мы открываем планету, ее энергии идут на Землю, и происходят какие-то глобальные перемены. Так что вот с 2005, я считаю, 2006 года у нас уже началась полоса глобальных перемен. И я все-таки ее, эту планету, не называю Иридой, потому что, ну, назвали ее в честь богини Раздора. Я ее все-таки называю Прозерпиной для себя, потому что, ну, как-то, блин, просто обидно. Ждали тысячи лет, ждали, вот она открыла свой лик нам, а мы такие, не, ну, какая же она Прозерпина, у нас есть там астероид, у нас там есть еще какой-то объект. Ну, типа, так что, я думаю, что с ней, как с женой Аида, лучше тоже не спорить, хотя она еще меньше по своим объемам, она тоже карликовая планета, но ее влияние достаточно сильное. Это получается, как спутник Платона? Нет, она находится, есть такая формула Тициуса Баде, которая рассчитывает положение планет в Солнечной системе по определенной формуле. И вот это место, оно уже было рассчитано когда-то. И это планета, у нее есть орбита, вот в Солнечной системе все планеты крутятся в одной плоскости, Плутон немножечко, вот у него ось выбивается, а у Ириды она еще больше, имеет другой наклон вот к нашей плоскости. Я так думаю, что наш магнит Солнца, притягивая к себе небесные объекты, удерживая их в своем поле, чем дальше от этого Солнца, тем ему тяжелее держать большие объекты, поэтому они, видимо, у нас там не задерживаются. Поэтому абсолютно логично становится тот факт, что чем дальше планета Солнечной системы от Солнца, тем она меньше, но влияние ее от этого не меняется. А прозерпина — это трансформация, это омоложение, это весна. Поэтому мне хочется, чтобы на планете Земля наступила весна, благодать, но она тоже рассматривается как высший порядок. Поэтому, видимо, нас еще покрутит немножечко в этом поле, в этой орбите, для того, чтобы мы нашли какую-то структуру в себе и вот заново возродились. Удивительная планета, каждый раз узнаешь о них все больше и больше. Старые такие, мудрые, где-то там висят в пространстве и влияют на жизнь каждого из нас. Последний вопрос нашей беседы будет земной и очень простой. Альбина, с чем лучше пить чай? Мы вот говорим сейчас о планетах, и я задумался, что в следующий раз мы с вами сделаем чаепитие. Мы будем с вами пить чай, и чтобы я знал, с чем лучше пить чай. Ну, потому что это похоже, правда, на такую увлекательную беседу в планетарии, которую, проекцию звезд, в котором создают наше воображение, и наши зрители тоже на фоне, наверняка же, кто-то там сейчас ест или что-то пьет. С чем вы пьете чай? Всем, кто ест и пьет смачного. Чай. Я вообще не очень такой чаевный человек. Я люблю кофе, поэтому чай я пью очень-очень редко, но если и пью, то это может быть матча, мне сейчас очень нравится, облепиха, зимний такой вариант чая, витаминизированный, вот, когда я там перетираю, заливаешь кипятком, можно мяты кинуть, ну, это там на любителя, в общем, апельсинчик, вот это мне нравится. Я почему спрашиваю еще про чай, потому что на всю воду, на нашей планете влияют же планеты, планеты-спутники, все планеты Солнечной системы, они влияют на океаны, влияют на озера, а если учесть, что мы тоже состоим из воды, и все вокруг нас состоит из воды, если уже копнуть супер-супер глубоко, то чай это тоже как вещество, как вода, в виде воды, которую мы вливаем в себя, и мы тоже, мне кажется, что можно чай даже зарядить, зарядить каким-то хорошим посылом, конечно, если бы сейчас во время нашей беседы здесь стоял бы чайничек чая, мы бы наговорили все это, обсудили бы хорошие даты, я уверен, что чашка такого чая могла бы дорогого бы стоила, она бы уже изнутри работала на изменения, потому что астрология, в это нужно еще поверить, поверить в том плане, поверить в свои силы, что ты хочешь каких-то изменений, ты выбираешь день, идешь за этим днем, потом наблюдаешь, это очень большой труд и усилие. Я недавно... Я хочу добавить, пока тема разговора не ушла, что этот бы чай, который мы с тобой заговорили, он бы обладал исцеляющим действием, потому что атмосфера здесь, как вы уже поняли, весьма позитивная, весьма приятная, весьма благостная, поэтому, знаете, женщины, дорогие мои, поделюсь секретом, как женщина, на кухне лучше не ссориться, там, где вода, да, вот почему, потому что вода записывает все, это жидкие кристаллы, она все слышит, кто, вот, почитайте книгу Масара Эмото, там, ну, все показано, расписано и ничего не додашь, поэтому, когда мы готовим еду, чай и даже еду любую, мы своей энергетикой влияем на это все, мы программируем это все, и вот заметьте, пожалуйста, потом напишите нам комментарий, если женщина, злая на мужа, там, и так его и перетак, и что-то там готовит, муж приходит, ест, а потом у него и жога, потом у него там что-то болит, и как бы вот ничего хорошего, зарплату ему не дают, и он такой, короче, ну, бедняга, совсем, жизнь не клеится, и другая женщина, назовем, ведьма, да, ведающая мать, потому что многие это слово понимают немножечко не так, как оно было придумано, которая с молитвами или с песнями, или просто в хорошем настроении готовит еду, и приходит муж, и с работы там, может, что-то не ладится в этот день, да, вот он поел, и ему удивительно хорошо, ему спокойно, тут же на чай принесла, да, посидели, пообщались, и как бы раз и гармония, раз вроде бы и жизнь наладилась, раз и новая работа появилась, или новое предложение деловое, так что и дети точно так же, и дети, так что милые, дорогие женщины, все в наших женских сердцах и руках, и можем творить чудеса уже просто здесь и сейчас, ну даже несмотря на то, что есть какие-то там далекие-далекие звезды. Здесь и сей чайс. И сей чайс, да. Здесь и сей чайс. Класс. Если бы не вопрос про чай, я бы никогда не знал, что ругаться на кухне плохо, и что... А знаешь, я тебе еще хочу сказать, что... Ругаться вообще в принципе плохо, да? Это понятно, хотя ты знаешь, все-таки уметь конфликтовать, уметь отстаивать свои интересы, это тоже практика духовная. Хочу сказать, я увлекаюсь буддизмом, в буддистских монастырях. Самый просветленный монах, только самый просветленный монах имел право готовить пищу для монахов. Тот, который самым чистым сердцем, самыми чистыми помыслами, самая большая любовь. Класс, класс, хорошо. Класс, у меня уже зрители за... Класс, Алексей, вы ваше класс. А что тут плохого? Да у меня класс просто с одного кармана торчит, с другого кармана торчит, с третьего выглядывает и за спиной стоит. Благодарю, благодарю. Интереснейшая беседа про планеты, за чашкой чая, в следующий раз за чашкой чая для меня и за чашкой кофе для вас. Обязательно организуем, потому что мне кажется, что нужно это сделать в таком формате. И в следующий раз наверняка хочу обсудить и другие планеты, чтобы не только Плутон. У нас был тут рок-звездой. Что, Плутон? Есть же другие еще звезды, которые наверняка влияют по отдельности на каждый знак зодиака, на каждую стихию. В общем, в следующий раз... Будет о чем поговорить за чашкой чая. Благодарю. Благодарю, Альбина. Благодарю, Алексей. Спасибо, что пожаловали к нам в гости. У нас в гостях была астролог Альбина Пономаренко. Подписывайтесь на все ее соцсети. Мы оставим полезные ссылки под этим видео. Можете написать в комментариях, с чем любите пить чай вы. Если же вы сделали какое-то астрологическое открытие, а мы о нем не знаем, тоже напишите, пожалуйста. Вы смотрите канал People Life. Увидимся в следующих выпусках. Берегите себя. Пейте чай. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok